Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ, где наши корреспонденты рассказывают о самых важных событиях города и области, а эксперты дают им оценку. Меня зовут Алексей Чернов сегодня в выпуске. Оренбуржцев не устраивают темпы ямочного ремонта. Вместе с возмущениями автомобилистов растет и аварийность на разбитых участках. Депутаты регионального ЗАГСОБа рассказали, почему просят разрешить усыплять бродячих собак. Их инициативу могут рассмотреть в Госдуме. Музей Виктора Черномырдина готовится открыть свои двери для посетителей. В нем можно будет увидеть документы и личные вещи известного политика. Об этих и других новостях далее в выпуске. В регионе начались первые шаги по реформированию системы здравоохранения. Теперь жители Ленинского района Оренбурга смогут обращаться к врачам в поликлинику третьей областной больницы. О том, как это будет, обсудили губернатор Денис Паслер и глава Минздрава Татьяна Савинова. У людей возникают вопросы по очередям. И я так понимаю, что количество людей в этом районе очень большое и нагрузка очень большая. Обслуживаться в поликлинике третьей областной больницы на проспекте Гагарина смогут жители новых микрорайонов, ранее прикрепленные к первой поликлинике. Это может разгрузить медучреждение, ведь сегодня оно обслуживает порядка 60 тысяч жителей города. Поликлиника на Гагарина готова принимать до 7,5 тысяч человек. Там полный набор узких специалистов. Мы, кстати говоря, и диагностическую базу, готовясь к этому решению, обновили аппарат УЗИ, рентген приобрели в эту больницу. Поэтому я думаю, что населению это будет удобно, здесь пешая доступность. Это касается микрорайона новых домов, микрорайона улица Уральская и нового микрорайона, там 14 домов по улице Данковцева. В этих двух новых микрорайонах проживает порядка 7 тысяч человек. Татьяна Савинова отметила, что у горожан останется возможность и не менять медучреждение. Всем желающим необходимо написать заявление о прикреплении и отнести его в поликлинику. Отмечу, что таким же образом один раз в год каждый желающий может сменить поликлинику вне зависимости от места своего проживания. Автомобилисты называют улицу Транспортную одной из самых проблемных дорог Оренбурга. По словам водителей, этот участок буквально убивает их автомобили. Будут для ремонтировать эту улицу и как оренбуржцы оценивают ямочный ремонт, расскажем далее в материале. Не дорога, а сплошная яма. Так водители характеризуют улицу Транспортную. И действительно, здесь видны лишь проблески асфальта, а не полноценное покрытие. Как ни странно, эта дорога находится возле госавтоинспекции по Оренбургской области. Налоги плачешь, получается, дороги убивают мою машину. Потихонечку едешь, в принципе, не пробиваешь. Но если ехать, останешься без колес и без ходовки. Потом надо будет отдавать деньги за сервис. У меня гараж рядом здесь и всегда дорога такая отвратительная. Если бы отвечал за дороги кто-нибудь, может и лучше было. А так никто не отвечает. Машины проехать спокойно не могут. Все по колдобинам, по ямам, по этим едут. Что-то в прошлом году тут насыпали. Асфальт срезан откуда-то. И все, а толку-то? Уже, не знаю, ГАИ рядом. Могли бы сами меры какие-то принимать. Автомобилисты считают, что текущий ремонт не решит проблему на улице Транспортной. По их мнению, нужна реконструкция дороги. Отметим, в 2020 году улицу засыпали срезом. Но это оказалось каплей в море. В обезгиб ДД входит следить за дорогами. Как дорога разваливалась, разрушалась, они этого не видели. Потому что я не знаю ни одного случая, когда был выписан. Либо предписание, либо оштрафованы люди, те, кто должны отвечать в администрации за эту дорогу. Естественно, мы с людьми требуем, чтобы дорога была отремонтирована. Отмечу, что в 2021 году запланирован ремонт этой дороги. Потратят порядка 24 миллионов. Контракт выиграла компания СУ-56. Помимо улицы Транспортной, организация отремонтирует Просторную, Скороходову, Братскую и Переулок Дальний. Работы должны завершить до 1 сентября. Уже 15 апреля в Оренбурге должен завершиться ямочный ремонт дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси. Контракт на 3 миллиона рублей заключили с компанией Ортехцентр. Заметили ли оренбуржцы изменения и довольны ли результатами, мы узнали у автомобилистов. Нет, не заметен. Дороги разбиты в Оренбурге очень сильно. Да ничего не улучшение. Там в лужи ложили их и то так тяплят. Какие-то приехали со Свердловска и все. И никакого нет дела. Ни спроса, ни ответов. По Березке. Березка Победы там, не доезжая до Победы. И все. Больше нигде. Не особо. Потому что ямочный ремонт делается некачественно. Наиболее плохая это Комсомольская, начиная от центра и в сторону Шевченко. Более-менее это по Донгусской при выезде из города. Ну и Елекской трассы. Лучше пока не становится. Пролетарская вообще вся убитая в хлам. Не проедешь нигде, кругом в яму. Колеса летят. Отметим, что гарантия на ямочный ремонт составляет всего три месяца. После работ с использованием асфальтобетонной смеси в мэрии планируют начать ремонт дорог струйно-инъекционным методом. Компания Крафт начнет работы по исполнению контракта на 7 миллионов, когда установится благоприятная погода. Также 12 апреля выберут подрядчика, который будет выполнять ямочный ремонт в течение года по необходимости. Отметим, что с начала года госавтоинспекция поручила городской администрации устранить аварийность на 230 участках. Анастасия Клесова, Наталья Богданова, Павел Чехмарев, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ. Оренбуржцы снова начали массово жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Тревогу бьют жители домов на улице Шевченко, Сергея Лазо, 60 лет октября и не только. Региональный оператор «Природа» знает о ситуации. Проблемы по-прежнему в состоянии контейнеров. Более тысячи из них нуждаются в ремонте, из-за чего компания «Природа» их принципиально не обслуживает. Кроме того, 377 мусорных площадок и вовсе бесхозные. Мэрия не спешит брать их на баланс. И проблема остается в подвешенном состоянии. По данным природы, на это нужно от 20 до 120 миллионов рублей. Напомним, в феврале этого года Горсовет поддержал инициативу прокурора обновить правила содержания мусорных площадок. Теперь управляющие компании могут создавать либо свои площадки, либо пользоваться теми, которые есть на балансе города. Оренбургские депутаты пояснили, почему добиваются разрешения на усыпление бродячих собак. Однако зоозащитники уже раскритиковали эту идею. По их словам, такой метод не будет эффективным. Для решения же проблемы нужно серьезно корректировать новый закон. В Оренбурге наблюдается резкий рост численности безнадзорных животных, контролировать который стало невозможно. По мнению оренбургских депутатов, сложившаяся ситуация создает угрозу для жизни людей. Поэтому они намерены выйти на Госдуму с законодательной инициативой, приостановить до 1 января 2023 года действия четырех статей нового гуманного закона, которые запрещают уничтожать бездомных животных. Я, конечно, не сторонник жестокого обращения с животными. Но, с другой стороны, конечно, я считаю, что человек, скажем так, должен стоять на первом месте. Сейчас необходимо в первую очередь контролировать численность животных. Потому что даже если у собаки будет чип какой-то, то зубы у нее все равно остаются. Ну, эту ситуацию пора прекращать, когда уже детей практически едят на улицах, а у нас защищают животных. Это хорошо. Ну, извините, почему животных защищают, а людей оставляют вот в такой ситуации, когда бросаются на детей? Так нельзя. Если уже в крайнем случае уже ничего нельзя будет сделать, то только отстрел. По-моему, назад в прошлое это консервативный метод. Если не будет ниши с собаками, будут ниши с другими животными, в том числе с лисами. Не будет кошек, не будут мыши. Была сама свидетелем, когда в декретном отпуске с детьми сидела, и убивали животных, как они визжали. Я это слышала, ужасно. Как можно уничтожить? Они живые. Приручаем, потом выкидываем, а потом ищем вину. Но если инициатива вступит в действие, то поможет ли это решить проблему с безнадзорными животными? Руководитель благотворительной организации «Подари им жизнь» Артем Шамардин считает, что такая практика не приведет к прогрессу, так как опыт с автаназией бездомных животных уже был, и он не помог уменьшить количество собак на улицах города. Депутаты имеют в виду, ведут речь об убийстве, об автаназии. Это красивое слово, на самом деле, никакой автаназии никогда у нас и не было. Потому что автаназия предполагает безболезненное умерщвление, то есть предварительное введение наркоза. На практике этого практически никогда не делалось. Предложение нашего законодательного собрания или горсовета – это все довольно бессмысленно, потому что на федеральном уровне высказана позиция за сохранение этой модели. Другое дело, что ей надо доводить Дума. Лично мое мнение, что граждане должны поддерживать эту инициативу. Ну, я думаю, одобрить ее, потому что как раз мы сейчас стоим и смотрим на две крайности. С одной стороны, это защитники животных, с другой стороны, это пострадавшие люди. По словам депутата ЗАГС Собрания Алексея Панкратова, эта инициатива – вынужденная мера, так как строительство муниципального приюта будет длиться долго, а отслеживать количество бездомных собак необходимо. Сегодня в ходе заседания Комитета по аграрно-промышленному комплексу депутаты окончательно решили выдвинуть инициативу и надеются, что ее включат в повестку законодательного собрания. Юлия Тюшевская, Павел Чекмарев, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. Депутатам Госдумы будет непросто прийти к единому решению по возвращению к отстрелу бездомных собак. Так считает депутат Оренбургского городского совета Екатерина Калегина. Об инициативе возвращения и уничтожения бездомных животных в рубрике «Экспертное мнение». Там очень много представителей разных регионов, и в разных регионах ситуация очень непростая, во многих регионах, в том числе в нашем. Поэтому я думаю, что в Госдуме будут очень жаркие споры на этот вопрос. Кто-то будет очень за то, чтобы этот закон хотя бы приостановить. Кто-то, скорее всего, защитники животных будут явно против. Я полагаю, что не одобрят, потому что закон, который был принят, он действительно был принят большинством депутатов Государственной Думы. И я не вижу выхода из положения именно таким образом, чтобы разрешить умышление животных, так как это было до 2018 года. В некоторых других регионах ситуация с собаками гораздо лучше, потому что там власти позаботились о решении вопроса заблаговременно. Такую позицию высказала социолог Галина Шишукова. Мы очень затянули решение этой проблемы. И если в 2018 году был принят федеральный закон об ответственном отношении к животным, то именно тогда, уже два года назад, надо было и в Оренбурге принимать экстренные меры по строительству приюта и по взаимодействию с обществом. Считаю вполне оправданную ситуацию, когда прокуратура вынесла решение о ответственности наших чиновников оренбургских за сложившуюся очень тяжелую ситуацию. По предварительным оценкам у нас 10 тысяч собак в городе. А приют, который мы сейчас выделили деньги в горсовете и будет строиться, он рассчитан на 500 голов. И опять же, не пускать-то они будут опять в ту же самую среду, в наш город. И кто будет заботиться о том, чтобы эти собаки там были накорблены, они также будут собираться в стае. И это в любом случае вопрос останется. Потому что очень много лет никто этим вообще никак не занимался. Тем временем мэрия Орска нашла подрядчика на отлов и стерилизацию бездомных собак. Контракт заключен до 1 июня. Выполнять работы будет компания «Ветеринарная служба». В администрации рассказали, что отловленных на территории Орска животных будут увозить в Адамовский район, где у подрядчика оборудован приют. Там собаки будут находиться 28 дней, их стерилизуют, вакцинируют и вернут на прежнее место обитания. Вести учет поступивших и выбывших собак будет специальная организация. Она также будет проводить карантинирование, мечение и другие необходимые манипуляции. Напомню, что в Оренбурге аукцион снова признали несостоявшимся из-за того, что не заявился ни один участник. Музей Черномырдина открыл свои двери для посетителей. Он посвящен жизни и деятельности знаменитого политика и уроженца села Черная Трок Виктора Черномырдина. На открытии побывала и наша съемочная группа. В музее 25 тысяч единиц хранения. Это и по площади, и по собранию крупнейшим музеям Оренбургской области. Музей Черномырдина был готов к открытию еще два года назад, но начать работу не позволяло отсутствие финансирования. После долгого ожидания комплекс наконец открыл свои двери для посетителей. Гости музея смогут пройти по жизненному пути Виктора Черномырдина. Здесь собрано много предметов из семьи Черномырдина. От этого дома начинается такая символическая дорога жизни. Смотрите на нее. И, как вы видите, она начинается колеей от телегии, потом переходит в плитку заводского пола, потом в паркет коридоров власти, ну и, наконец, в ковровую дорожку правительственных приемов. В музее уже разработан целый ряд маршрутов, в которых мы работаем музей, культурная программа, мастер-классы, плюс знакомство с территорией. Маршруты одного дня уже этим летом будут запущены. Несмотря на долгожданное открытие, до сих пор остается открытым вопрос финансирования музея. Его ежегодное содержание будет обходиться в 147 миллионов рублей. 20% этой суммы на данный момент покрывает один из банков. Посетить музей Черномырдина можно будет с 10 апреля. Александр Кацун, Олег Николаев, Городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 430045. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова